Добрый день! У нас в гостях документалист, автор многочисленных фильмов об Арцахе Цветана Паскалева. Добрый день, Цветана! Здравствуйте, Зара! Спасибо, что приняли наше приглашение. С большим удовольствием и с памятью старой дружбы, которая меня связывает с изданием Ировунка. Спасибо! Примите наше поздравление в связи с вашим юбилеем. Спасибо, дорогая! Это где-то грустно, наверное, что годы так накапливаются, но я, главное, это не чувствую. Вы прекрасно выглядите. Спасибо! Желаем вам всего самого лучшего! Спасибо! Я стараюсь быть в форме. Я стараюсь поддерживать себя только позитивными мыслями. И то, что я занимаюсь любимым делом, мне дает огромный внутренний стержень, наполненность энергии. То, что делается мной и моей группой, это очень важно. Поэтому я полна энергии двигаться дальше. Еще у нас на днях был праздник, который непосредственно также относится к вам. День армии. Вы имеете награды, вы также имеете звание полковника. Это дорого стоит, знаете, вот это звание полковника, я не знаю, для кого-то, может быть, звездочка, для кого-то лишний момент похвастаться или в иерархии как-то занят место военной. Но для меня это особое звание. Я звание называю его, просто это моральная награда. Ни в какую другую я не могу это как бы увидеть, потому что это как-то звездочка, она просто как-то весь этот путь войны, путь армии, который я прошла вместе с ребятами, начиная еще с федаинскими отрядами. Вот может быть, вот вся она носит вот эту информацию там внутри, поэтому для меня это что-то очень сокровенное. И это большая награда для меня. Ну, вы до Карабаха еще снимали южно-осетинский конфликт. Да, это я тогда была аспирантом Москвы. И для меня то, что я попала в эту зону, в военной зону Южной Осетии, Грузия, конфликт в 90-м году, это было очень так спонтанно. Это был момент просто вынести оттуда нужные материалы и информации, о которой говорилось. Но, слава богу, там быстро заморозился конфликт, быстро принял какие-то такие внутренние, да, закрытые рамки, и все, его заморозили тогда же, Гамса Хурде, президент Грузии. То, что дальше со мной было с Карабаха, это не расскажешь два слова. У меня, когда я готовилась к интервью, первый вопрос, который возник, Южная Осетия, потом Карабах, с 91-го года вы прошли весь этот путь. Откуда такое стремление к военной журналистике? Знаете, это не так было, как бы предопределено, военная журналистика. Я занималась в Москве в этот момент, практически уже заканчивала авторское документальное кино, а я делала диссертацию в аспирантуре. И оставались 3-4 месяца, и мне казалось, после Осетии я уже сконцентрировалась на работу, чтобы ее закончить. И мне казалось, что вот-вот я закончу, я вернусь в Болгарии, я буду в этой области уже работать, авторское документальное кино уже со знанием это дело. Когда вдруг до меня дошла информация, в узком кругу мы сидели, я услышала о депортации Геттошена и Мартуна Шена. Я вообще ничего не знала, где Карабах, где Армения. У моих друзей в близком кругу не было абсолютно армян. Но когда встал вопрос, что есть какое-то ЧП в Советском Союзе сказано, это кровопролитие, о котором советская пресса в этот момент не дает абсолютно никакой информации. А помните, это была перестройка, гласность, все эти лозунги Горбаджова, демократия. И я решила, что нужно это найти и посмотреть. А что там случилось, о котором эти же советские прессы с гласностью своей не хотят говорить. И вот так. И я следующим утром уже записалась на встречу с армянского посла. Тогда постпред был Феликс Мамикониан, помню, в Москве. Личная встреча была. И я попросила, чтобы мне рассказали, где идет речь, а какая это населенное место армянское, которое депортировано, что это за конфликты или за проблемы. И потом, после этого разговора, для меня было очевидно, что эти люди нуждаются. Нуждаются то, что случилось в освящении. И я проделала вот в этот момент невероятно просто рискованный путь. Это было на грани, как бы на лезвии, по лезвию я ходила. Потому что в этот момент уже депортация состоялась на этот момент. Эти села и этот район контролировался азербайджанским ОМОНами, советская армия. И практически не было никакой связи с армянами, чтобы они мне туда дали возможность зайти, снимать. Это просто было немыслимо такое. Поэтому я сделала довольно сложное. Поездка была исключительно опасная, потому что я прилетела из Иривана в Москва, Ириван, Ириван, Ходжалу. Тогда был аэропорт, работал. Гражданские самолеты из Армении еще летали туда. Я прилетела с таким самолетом. Но там уже ты сразу попадаешь, так сказать, в руках азербайджанского ОМОНа, который контролировал аэропорт в эти годы. И я два дня проторчала там, пока они не проверяли все мое досье, пока не проверяли, кто я такая. Было мне отказано сразу. Но я успела убедить. И на самом деле, правда, было на моей стороне, потому что я реально не была связана с армянами. Я реально абсолютно, как они говорили, ты болгарский армянка, поэтому интересуйся. У меня нету и в корне нету армянской крови. Но через два дня они все-таки мне дали так ход. Но они меня привели в Шуши. Шуша тогда была, конечно, азербайджанская. И там армяне не жили, кроме как шушинская тюрьма, которая была полна с армянами в этот момент. И я успела найти путь, дойти до Гетта Шена, Мартуна Шена, отснять эти кадры. И для меня это был один знак варварства, который я увидела в этих опустошенных домах. С порванными книгами, армянскими альбомами, с фотографиями семейными, которые никому не нужны, валялись на полу. А все остальное, вся остальная утварь, нажитое имущество было уже разграблено. И там уже заселялись азербайджанские семьи. И вот эта картина меня поразила. Картина вот такая варварства по отношению к памяти тем людям, которые там жили столько лет. Да, я успела отнести, снять эти материалы, вернуться в Москву и показать все это. И для меня это было очень важным моментом, прозрением мое, куда я попала. Потом я сразу стала читать историю Карабаха и что там случилось. Ну, походу, это очень коротко, я просто скажу, что в этой же первой поездке я успела найти армянского журналиста Вартану Ванисян, который был в Гянджи в тюрьме, я его искала вместе с кадром из Геттошена. Интервью, которое я с ним записала 15 минут, и по возвращении в Москву я организовала большая акция в спасении Вартана. Целый месяц это продолжалось. Все мои интервью я передала западной прессе, и западные коллеги меня поддержали тогда. И благодаря всеобщими нашими усилиями как-то вопрос Вартана мы успели решить. И через месяц, когда нам сказали, что его выпускают на Идживанка за границей, его родители, которые с первой минуты, которые я им позвонила из Москвы и сказала, что у меня есть информация, я увидела с вашего сына, они прилетели в Москву с первого дня. И они целый месяц рядом находились в Москве и ждали, а что будет дальше, чем закончится все это. И когда нам сказали, что на следующий день его выпускают на Идживанка за границей, я вместе с его родителем сюда прилетела, чтобы не упустить этот шанс, эта человеческая радость пережить спасение человека, спасение вот этого коллеги. И мы здесь радовались два дня, так сказать, пили шампанское, пока я не услышала информации, что готовится к депортации Шаумянского района. Я уже была здесь в Ириване и ползывалась уже, так сказать, воспользовалась контакта, который встреча у меня была с Вазгеном Саркисяном, он хотел лично поблагодарить за спасение армянского журналиста. А в этот момент, когда я узнала про готовящиеся операции на Шаумян, я воспользовалась этим контактом, я его попросила, чтобы мне разрешили сесть на эти вертолеты МИД-8, которые я уже поняла, что отсюда летают иногда вот эти нелегальные вертолеты, которые в Шаумяне привозят продукты, питание обеспечивать бензином и все необходимое, потому что Шаумян жил в изоляции полной. И, конечно, отсюда выезжали добровольцы. И когда я его попросила, он думал, что я, наверное, попрошу какое-то такое, да, чего-то такое. Наверное. Когда я ему сказала, что я хочу вас о чем-то попросить, он сказал, да-да-да, просите все, что хотите. Вы заслужили вашу награду, вот так. А я сказала, нет-нет, вы неправильно поняли. Я хочу, чтобы вы разрешили, чтобы я села на этот вертолет, и меня отправили в Шаумяне. Он так захохотал, у него исключительный хохот был. Он так расхохотался и сказал, мало кому хочется сесть на эти вертолеты и полететь туда. Там ад, моя девочка, говорит. Вы не представляете, что там готовится. Ну, я, наверное, была настырная, наверное, где-то романтик, что я смогу помочь. И мои репортажи окажут, может быть, такая сила, когда люди будут узнавать, что там происходит. Наверное, мы изменим этот мир, и, наверное, угрозу этим людям, эту землю, наверное, отойдет. Я тогда так была. Эта идея во мне жила, что можно изменить, наверное, ход событий, если мы, журналисты, правильно себя ведем. И вот так я попала в Шаумяне. И я осталась там во время депортации и успела отснять депортацию. Операция «Кольцо». Практически эти кадры тоже стали одни страницы истории, как это было на самом деле. Благодаря отснятым вашим материалам весь мир узнал, что там происходило. Честно говоря, это послужило вот толчком для следующей, последующей мое решение остаться там, остаться в Шаумяне, остаться в Карабахе и делать эти репортажи, отправлять, показывать миру, что происходит. Ну и я никак даже не могла в худших своих снах, наверное, придумать или подумать, что это затянется так надолго, что это не как в Южной Осетии будут пару месяцев, а это уже 4 года войны, а после войны еще остаться здесь. Для меня это было, конечно, уже дальше было легко решать, но в этот момент я понимала, что это очень важно. И я забросила свою аспирантуру, я осталась там и понимала, насколько важны эти репортажи. Я видела это неистовая, знаете, вера, надежда у этих людей, которые, как они встречали, когда спускались фидаины из вертолета, и, конечно, когда видели, что журналистка, потом иностранка пришла, а для них это было как-то еще более воодушевлялись, что авоз пройдет, да, и их не коснет. Это беду, если мир увидит, что здесь происходит. Если есть иностранный журналист, и она покажет это, может быть, плохое с ним, ничего не случится. Вот все мы в этом верили, понимаете. А вы, не будучи армянкой, поехали в самые такое опасные места. И ведь было же страшно. Не было желания бросить, вернуться к учебе, к родным. Ну, знаете, когда я начала уже это работать, снимать, и я увидела, насколько важно эти репортажи имеют очень большой смысл. и я вдруг поняла, что, а что я делаю в Москве, и кому нужна моя диссертация об авторском документальном кино, когда это кино живое там происходит, и некому это снять. И если я там, я могу это сделать, и я должна это сделать. И это реальное документальное кино. Это те факты, это летопись, которые... Это дорогого стоит просто. И я поняла, что моя диссертация – это бумага, и она никому это не принесет пользу. А страх за собственную жизнь? Страх, конечно, он для любого человеческого существа это присуще. Это даже с ребятами. Мы когда говорили про это чувство внутри, все ребята абсолютно, даже те, которые очень отчаянные, даже те, которые очень храбрые в бою, когда мы оставались после бою уже, как бы так, расслабленные, могли об этом по-человечески обсуждать. А что внутри ты чувствуешь? Если страх, конечно, у каждого сидит это чувство, это ощущение. Но важно в нужном моменте просто преодолеть его и не думать о нем. Думать, почему ты здесь, что ты делаешь. И стараться так, чтобы по мере твоего прибытия на этом месте, или то, чем ты там занялся, или ты в Федаине защищаешь эту землю, или в моем случае я журналист, и я с камерой, и я должна была для себя, я была мотивирована, что это очень важно, то, что я делаю, и это имеет смысл. Конечно, я не могла не отставить это чувство в сторону. Конечно, оно где-то внутри сидело, но в этот момент для меня было очень важно, чтобы, во-первых, очень концентрировано, когда начиналась опасность, эта концентрация тебе помогает, ничего другого не чувствует, просто правильно действовать в этих обстоятельствах, учитывать, откуда опасность, откуда стреляет, знать, и я всегда хотела и в дальнейшей войне, всегда-всегда в боях, я хотела знать, где мы можем отступать, где место более спокойное, скажем, где у нас спина, так сказать, откуда можем выйти, если мы попадем в беде. Я должна была знать примерно, где их посты, или где наши посты, или где наш отряд находится, чтобы я себе сама даже начертила дорогу в мыслях, да, откуда я могла выйти потом, если, не дай бог, придется, а приходилось дальше в войне ядной отходить. Поэтому в этих моментах для ребят я не хотела быть в тяжести тоже, это тоже чувство было, что когда ты правильно себя ведешь, ты никому не в тяжесть, и никто не должен оставить свое дело и думать о тебе, потому что это означает, что, может быть, для него это будет опасно, если он только думает обо мне, скажем. Это, эти были такие моменты, знаете, это, я могу, наверное, написать такое маленькое пособие, как себя вести во время стрелбы, любой, любая стрелба, скажем, из стрелкового оружия, из миномета, из дальнобойных пушек, когда снаряды рвутся, и я, наверное, уже правильно понимала, как можешь себя оберечь вот в этих обстоятельствах. И когда испытываешь все на себя, это, тебе не надо даже смотреть какие-то руководства, как себя вести, потому что и ребята подсказывали, да, и я уже, когда это испытывала, какой круг, скажем, или радиус действия имеет данного оружия, снаряд или это, я уже понимала, как я могу себя, скажем, спрятать как и обеспечить свою безопасность. Так что много трудностей было Зара и закончить этот момент. Знаете, я когда чувствовала страх, и это не просто страх, это просто вот здесь, где солнечное сплетение в груди, да, вот когда ты расслабляешься после того, как опасность уже прошла, когда ты чуточку уже осознаешь, через чего ты прошел, и что только было, вот ты ощущаешь какой-то пульс, какой-то удар, так-так-так-так-так вот, вот в это солнечное сплетение. И может быть, и я так понимаю, вот в такой сконцентрирован вид, что это тот страх там находится, да, я вот так себя представляла. А так, чтобы паниковала, нет, паники не было, потому что, наверное, я опять говорю, когда ты в этих местах находишься, ты должен быть твердо, твердо мотивирован, что ты там делаешь, для чего ты там пришел, и вот это тебя ведет дальше, да, но хочу вам сказать, что если человек там пошел с меркантильными целями, да, чего-то заработать, или там деньги, славу, я думаю, что ему там не место, и дорога его короткая будет. мне так кажется, потому что, вот в этом отрезке между адом, да, вот там, где льется кровь, там, где человеческие судьбы заканчивают реальную свою жизнь, ты не можешь с этими меркантильными целями войти, ты должен быть выше, выше всего этого, и у тебя должно быть или служение людям, да, или гуманное отношение к людям, или такая же привязанность к своей профессии, к свою работу, такая любовь, или разделить обе, как у меня, наверное, получилось обоих, как-то, и людей любить, и работу свою любить, но вот именно это тебя и движет, и движет вперед. В другом случае, в любом случае, я думаю, Бог тебя накажет, Он тебя не даст, чтобы ты там долго оставался в этих местах с такими мыслями и целями. Слава Богу, я думаю, что, наверное, Бог чувствовал мою миссию, мою работу, мое стремление. Вашу искренность. Наверное, потому что я каждый раз, когда анализировала, вот, каждый период, каждый момент эскалации, когда даже конфликт эскалировал на другом уровне, и когда вот эти опасности все увеличивались, и я понимала, что каждый раз выходить из трудной ситуации, и, наверное, Бог есть сверху, который нас руководит, помогает, окриляет в каких-то моментах. Поэтому я где-то и надеялась каждый раз, что Бог это все видит, и Он поможет и в этих моментах, да. это внутреннее состояние души. Вы писали мемуары о Карабахе. И я начала, честно говоря. Ваша книга еще не опубликована? Книга нет, но я имею дневники. Я по мере своих, так сказать, нагрузок в Карабахе и по мере маленьких паузы, которые я иногда в затишиях, у меня дневники были, и я кое-что успевала набросать. Ну, а если так взять, все мои кадры и вот эта хроника, она, если я ее разверну или посмотрю все свои семь фильмов один за другим, я знаю даже любой кадр, я знаю, где он снят, я знаю даже, что случилось в этот момент, я знаю, что осталось за кадром, я все это помню. Я помню, кто даже там погиб, сколько ребят мы потеряли. И вот так, с одного даже кадра, и я могу себя представить и написать много страниц с одного кадра только. Было в планах написать книгу? Знаете, я начинала. Я начинала. Потом решила, что не время, наверное, еще. Что когда люди подетаживают, да, как-то свою деятельность, может быть, тогда у них такое внутреннее состояние, что у них уже все как-то закончилось, да? Ну, в смысле, он чего-то особо закончил, и он должен всю эту деятельность подетожить. И я вдруг поняла, что я не закончила свою работу и свою миссию, связанную с Карабахом. И подетожить еще рано, наверное. Но оставить эти памятки, оставить эти рукописи, и я не против. А издать книгу, наверное, еще рано. Так думаю. Не знаю, я права или нет. Мне так кажется. Легко ли было вернуться к гражданской жизни, и часто ли вас преследуют воспоминания войны? Ой, к гражданской жизни, конечно, нелегко было. Потом я с 95-го года, когда начала работать на Первый канал после войны, и открыла первый цикл передачи «Дорогие мои живые и мертвые» по Первому каналу, который был посвящен конечно же пройденной войне. И, конечно, я пока делала этот цикл, он постоянно, эти воспоминания у меня были. Постоянно. Потому что я рылась в эти воспоминания и все заново перерассказывала. И это еще было очень свежо у меня. Это длилось до 98-го года. Потом закрыли эту передачу мне. Левонтер Петросян закрыл его времени. Это было, когда я защитила Дашнарскую партию. Помните, когда президент Левонтер Петросян закрыл Дашнарскую партию, ее лидеры Ваана, Ванисиана, Гранта, Маркариана и другие были подсудимы. И я сделала передачу о Ване, Ванисиане и Гранте, Маркариана. И в прямом эфире я ее запустила, эту передачу. А в этот момент шел суд над ними. И, конечно, на следующий день передача была закрыта. Да, через этого тоже прошли. Слава Богу, что очень быстро время там прошло, очень быстро, и Тер Петросян самому пришлось подать в отставку. Очень быстро вот как-то все это было. И я недолго ждала с новых властей. Я открыла уже новую передачу. Была передача «Аспект», была передача «Чарагайт». Это все уже были такие обзорные политические передачи. И я просто закончу с этим. А потом у меня была «Мартык» передача «Человек и люди» на социальные темы. И моменты, которые 2014 года я открыла эту мою последнюю передачу «Преданное» по первому каналу героев Арцарской войны. Так что вернуться к вашему вопросу. Скажу, что эти кадры меня преследовали, конечно, воспоминания. Особо ночью, когда я слышала даже эти гулые шумы в самолетах тяжелых, эти особо грузовые самолеты ночью, когда Вере и Ване садились. И я это очень слышала во сне и вставала сразу, потому что я думала, что бомбежка начинается. Вот такая ассоциация всегда, этот гул был у меня. Но я можно сказать по ходу даже во время войны после каждого такого тяжелого дня или тяжелого испытания я старалась как бы снять этот груз со своей души. Я старалась, даже плакала иногда, чтобы легче стало. Я мою молитву себе говорила и думала о позитивных вещах. Поэтому я еще по ходу старалась лечить мою душу и чтобы я не потеряла эту во-первых женскую сенситивити, чувствительность, эту человеческую даже способность видеть в вещах через призму нормального человека, чтобы сочувствовать, сопереживать боль, чтобы даже слезы, чтобы шли это нормально, чтобы не черствела душа. И может быть вот это помогало, помогало, что у меня это не собралось, не накопилось вот так, чтобы я черствела, чтобы я могла так с легкостью смотреть на все ужасные картины. Нет, я старалась даже всегда помнить и знать, что я женщина, а женщина имеет особое влияние на мужчин, вы это понимаете, даже в мирной жизни, а тем более на войне, на войне, когда женщин, это не так уж много там, несколько, скажем, добровольцев женщин, остальные медсестры, девочки, ну и конечно и я была среди них, поэтому я понимала и даже ребята об этом говорили, а я всегда в рюкзаке держала хорошее душистое мыло, всегда, и мы парфюмы и когда утром помоешься и чуточку набрызгаешься духами и когда пройдешь, ребята всегда говорили, и я это поняла, насколько им это важно, они говорили, Цветана, ты когда пройдешь утром, жить хочется, ты нас возвращаешь к те дни, когда мы вспоминаем свою жизнь, дома, матери, жены и вот эти запахи говорит, нам хочется выжить, я поняла, когда они сказали мне это, я поняла, что это все правильно, я обязана это делать, и я делала это, и я вот так с духами проходила, и вот этот шлейф, который сзади, наверное, они ощущали, что где-то там есть такая жизнь, и до этого надо просто выжить, до этой жизни вернуться домой живой, желание преодолеть это все, а не просто замучить себя, да, в этих условиях, и я думаю, это было правильно, а потом, я если находилась в Степанакерте, я по утрам, я жила в военном госпитале, в подвале, вместе с врачами, у меня была одна отдельная койка, и мой белый халат, и когда я с фронта возвращалась, я одевала этот белый халат, если нужно было, помогала, и это было, да, и я там жила в этих условиях, я там спала, скажем, отдыхала, если можно так сказать, и утром, я каждое утро, если я находилась в Степанакерте, я из госпитала, который находился вот в нижнем пятачке в Степанакерте, я пешком доходила до центра, до площади, и обратно возвращалась, для меня это было очень важно, чтобы люди видели, что я там нахожусь, я вместе с ними, чтобы это еще раз им дать надежду, что ничего страшного, все будет, все очень близко, и они каждый день один и тот же вопрос, они встречали меня и спрашивали, вот так, со своей интонацией, цветанакерте, когда это все кончится, так, с болью, да, а я старалась чем можно больше с улыбкой или с оптимизмом сказать, скоро, очень скоро, это все закончится, очень скоро, они говорят, ты веришь? я говорю, да, они говорят, ну, значит, ты что-то знаешь, и они верили, что все закончится очень скоро, и все это надо выжить, не надо бояться. Вот, вы сказали, что вы приехали для того, чтобы мир узнал, что происходит, чтобы это все побыстрее закончилось, а на ваш взгляд, сегодня мы хотя бы на шаг приблизились к разрешению конфликта? Этот конфликт оказался не из легких, видимо, уже в разрешении своего. Мне кажется, что было попустительство, наверное, я не знаю, насколько я знаю, это внутренняя кухня, но я думаю, что когда Азербайджан просила перемирия в 94-м году, после стольких потерь, которые они получили, когда они были, так сказать, в роли просителях, о перемирии умоляли подписать, то вот тогда надо было им на стол переговоров поставить документ со статуса Карабаха. и не подписывать просто перемирие, а подписать окончательный статус Карабаха. Мне кажется, что вот этот момент был упущен, я не знаю, опять я говорю, оговорка, я права или я не права, я далека от этих политических кухней и кулуарах, но чисто по-человечески, я думаю, если бы это было, то сейчас азеры бы не говорили, азербайджанцы бы не говорили, верните нам это или отдайте вот это, потому что ну скольких примеров войны победитель должен чего-то еще возвращать, тем более с такой ценой крови, вернуть свою землю, и еще надо чего-то вернуть. для меня эти разговоры просто и не знаю, сейчас идут ни в куда, никуда, и мне кажется, что все мы сейчас должны быть очень активными в поднятии карабахского вопроса на другом уровне, что надо наверное убрать вот эти документы с возвращением территории, которые лежат на столе, выходить из реальности, заставить их думать с этими реальностями, принять карабах за стол переговоров, и чтобы карабахцы говорили свое слово, все-таки речь идет о ихней земле, о их народе, и опять я говорю, я не политик, может я очень в розовых так, тонах все это вижу, но мне так хочется, чтобы было, и каждый из нас должен на это работать, и каждый должен приложить усилия померить там, где он находится, и там, чего он может, если ты экономист, или если ты бизнесмен, ты можешь сделать так, чтобы экономика в Карабахе работала, чтобы создались рабочие места в Карабахе, люди не уезжали, чтобы они были заинтересованы больше оставаться, рожать еще больше детей, надо им создавать эти условия, сделать так, чтобы процветала карабахская экономика, ну, конечно, и армянская, без этого никуда, вы знаете, бюджет Карабаха, как связан с Арменией, если ты политик, то, значит, ты должен скоординировать на все это политическое пространство в Армении, скоординировать эти общие вопросы, как одни, единое, неделимое, как одно святое тело, и чтобы все, независимо от своей партийной различия и принадлежности, не имело значения, чтобы они работали именно в этой плоскости, но чтобы они знали, что они хотят, да, это так, если, если ты общественник, у тебя есть возможность трибуны иметь и за рубежом, и ползывать со словом, и как журналист, или тем более сейчас у каждого телефон в руках, каждый какой-то сайт, имеет возможность зайти, что-то там сделать, или фейсбук поставить чего-то, да, от каждого гражданина реально зависит, это активная позиция, но, я думаю, в главном, мы должны и руководство, надо понимать, с учетом ценности, интереса Арцаха, куда мы все это, и в какой плоскости надо поставить на стол переговоры, это, если чего-то сейчас решили менять на этот стол переговоры, то как именно сейчас тогда раз сконцентрировать все внутренние силы на этим вопросам, без учета их различия, потому что вопрос Карабаха, я надеюсь, что, и думаю, что он святой для всех армян. Светлана, ну вот, война все-таки не для женских класс, все эти ужасы, если бы у вас была возможность поменять что-то в своем жизненном пути, вы бы что-то изменили? Ну, может быть, знаете, я не хочу сказать, что Карабах что-то отнял от меня, но я была занята, можно сказать, я вошла в этом русле и я двигалась столько лет, в следующий год это уже будет 30 лет, я на армянской земле и меня волнует и вводит вопрос Карабаха, и как-то я свою жизнь предопределила именно вот в этих рамках, и я вот так двигаюсь по жизни с Карабахом вопросом, и это было первоочередное, важное для меня, может быть, вся моя вот как-то личная жизнь осталась на втором плане, если бы я чего-то должна была менять в моей жизни, то, наверное, я не должна была просто попасть здесь, влюбиться в Карабах и обязать свою душу в эту работу, увязать свою душу, а так, не знаю, что бы со мной было, и кем бы я была, и где бы я была, ну, может быть, я бы имела свою свободную личную жизнь, не имела бы, может быть, я занималась совершенно бы просто как журналист, другими темами, да, и это было бы, наверное, более нормальная, ритмичная жизнь европейского журналиста, так сказать, да, я даже и не хочу ничего менять, потому что и не хочу ни от чего отказаться, от того, чего я прошла с вами, от чего мы пережили вместе, то, что успела сделать, и то, что еще могу сделать, ни от чего я не отказываюсь, поэтому упущение не хочу говорить, просто так сложилось, что не было времени, наверное, и вовремя сконцентрироваться на моей личной судьбе, как женщина, ну, я как матерью я выполнила свои обязательства в этом мире, как мать, и у меня два прекрасных сына, и в этом, я думаю, я успела тоже свое слово сказать, как мама. А вот почему вы не уехали после окончания военных действий, ведь вы могли из-за границы следить за тем, как развиваются события, оттуда могли тоже участвовать вы остались здесь. Да, потому что для меня уже было однозначно, что вопрос Карабаха для меня имеет такое важное значение, что он практически с подписанием перемирия вопрос не закрылся, и тема Карабаха она еще открыта, и то, что у меня столько в душе и в багаже как документалист столько информации связано с Карабаха, и по праву меня за рубежом считают, так сказать, специалистом, документалистом по Карабаху, конечно, вот весь этот пройденный путь, актив, можно сказать, и мое человеческое отношение к карабахцам, я ей дала слово остаться до конца. Поскольку вопрос Карабаха не был решен до конца, еще тогда, в те годы, 95-й год, для меня было однозначно, что от моей работы еще очень многое зависит, и она нужна. И я хотела находиться очень близко к Карабаху, чтобы, а вдруг, что, чтобы я была рядом. И вот так я не могла свое слово вообще отказаться от своих слов, и я осталась душой. И, конечно, очень многие журналисты, коллеги, ну, они на короткий срок, как в свою работу приезжали, делали эти репортажи двух-трех дней и уезжали. Ну, наверное, они в своих сердцах, они не унесли тот Карабах, или у них нет этого Карабаха в душе, как у меня. Поэтому, наверное, это мое внутреннее обязательство. И я иду по этому интуитивно, наверное. Но это правильно. А насколько часто вам удается ездить на родину? И интересно, что вы отсюда возите в дар? Что там ценится армянская в Болгарии? Значит, один раз только я езжу летом, когда, к сожалению, нету прямой полеты до Болгарии рейси, и я ползаю столько чартерами, когда летом туристы, армянские туристы едут на наше Черноморье, и вот с этим рейсом я летаю всегда. И один раз в год я попадаю на родину к маме, что я ношу? И я ношу карабахскую бахлаву, которая, кстати, если ее оставить даже в холодильнике, она может и два месяца оставаться, с ней ничего не случится, она не испортится. Я ношу вот этот сладкий сучук, да, чурчелла, да, вот, вот, вот эти вещи. А когда я нахожусь в Карабахе, я обожаю джангеллахатс, ну, из Карабаха, когда там где-то 12-15 трав, можно по сезону поставить джангеллахатс и кушать. Это для меня, я притом мясо не ем, и для меня это выше, можно сказать, пилотаж в кухне, в кулинарии. Я так люблю вот эти лепешки. Но их до Болгарии летом не довезешь, а вот бахлаву, чурчеллу можно, вот это я ношу. И поскольку лето, если еще абрикосы не кончились, я где-то 2-3 килограмма сколько могу в ручной багаж с собой отнесу свежие абрикосы, потому что для меня это, конечно, самый-самый вкусный армянский плод. И в моем образе он ассоциируется с Арменией. Интересно. А какие у вас девизы по жизни? Поделитесь нашими телезрителями. Как таковых я даже не задумывалась. Для меня что важно могу сказать? Быть правильным человеком. Правильным у меня вот слово правильно это значит иметь свои принципы, иметь свое человеческое достоинство, не унижать чужое достоинство человеческое. Делать так, чтобы кому-то облегчить жизнь рядом, а не навредить. и по мере возможностей улыбаться, чтобы этот мир был красивее. Вот что меня двигает. А поделитесь еще, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, вы знаете, пять лет эта передача идет по первому каналу. Преданные. Для меня это очень важный проект, она как мое второе дыхание по отношению к Карабаху после тех семь документальных фильмов, которые во время войны я сделала. Этот цикл серии передачи, документальные фильмы о героях, это было сначала про Арцарской войну, когда 2016 года апрельских событий дали нам новые герои, новые жертвы. я, конечно, переключилась и на эти образы, на этих ребят увековечила многие из них. И по сей день могу просто вам как-то отчитаться по-доброму, по-хорошему, что мы сделали 210 такие фильмы. Это идет каждая среда по первому каналу, и это очень насыщенный ритм снимать эти фильмы, ездить в Карабах, снимать эти интервью, находить этих людей, вернуться здесь, работать на сценарии, монтировать и в каждую среду, чтобы успевать к эфиру, это довольно большая нагрузка. И поскольку я реально присутствую в любом, в любом шагу, в любом отрезке подготовки передачи, кроме как в переводе, переводчица переводит наш сценарий, которым на русском языке, она переводит на армянском, чтобы актер зачитал эти слова, и, конечно, субтитры вышли после моих слов. Только там я не присутствую в переводе, а так нет просто цикла в этом подготовке окончательного даже. оставим, и я должна быть там и участвовать во всем практически. Я нахожу эти люди, я нахожу эти кадры, снимаю интервью, потом пишется сценарий, потом сижу за монтажом, записываю свои вставки, и я живу этим. У меня душа более спокойна так, потому что я должна прочувствовать каждое слово и до конца остаться уверенно, что мы все сделали правильно от начала до конца к этому человеку и ничего не пропустили. Это очень важно для меня, когда ты знаешь, что увековечиваешь этого образа, это имя, что от этого зависит как-то отношение будущих поколений к нему, его дети, его внуки будут знать, а кто был его папой или дедушкой. Поэтому для меня это особая ответственность человеческая и может быть профессиональная. Многих людей я знала, многих нет, но отношение оно одно и то же, волнение одно и то же, когда этот сценарий готовится. Поэтому я считаю, что только так можно пополнить вашу летопись с этими именами и заставить людей спустя много-много лет потом, глядя на этих лиц, слушая эти слова, которые о них произносятся и рассказывая об их жизни или героическим поступкам, я понимаю, как люди должны настроиться, чтобы эмоционально не прониклись в это, чтобы они могли это запомнить. И мне ни на что другое не остается время, кроме на этим проектам, потому что он мой, он моей души и он мне делает возможность еще и еще раз высказать все то, что накопила, что я знала и еще то, что я могу сделать для Карабаха и для этих ребят, для этих героев. Видимо, Арцак моя судьба стала, и я это не чувствую, как кресть, это какой-то очень светлый путь для меня. я без тяжести его прохожу, потому что ты наполнен с пониманием, что делать что-то очень жизненно важное. Я думаю, любой человек, который любит свою работу, профессию или находит в ней смысл, он понимает внутренние вот эти мотивы или эти цели свои, когда расставляет, я думаю, ему так очень легко работать и чувствовать удовольствие от этого, а тем более моя тема, тема этих людей, этих героев, это пережитая ваша победа, ваша гордость, вот все это, конечно, меня переполняет, и я хочу просто поделиться. Светлана, все, что вы делаете и сделали, и продолжаете, это неоценимый вклад для всех армян, для Карабаха. Большое вам спасибо за это и спасибо, что сегодня нашли время и пришли на нашу передачу. С удовольствием. Любая тема связана с Карабахом, любая трибуна, которую я использую и за рубежом, и здесь, и даже этот маленький уютный угол с вами побеседовать о Карабахе, меня делают счастливой, потому что я знаю, что что-то нужно, еще капельку какая-то добавлено, и то, что люди еще будут осознать, осознавать, когда слушают об этих героях и задумаются, наверное, над этим. Я думаю, очень важное дело вы тоже делаете. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова